ПОДПИШИСЬ! 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 Я даже не знаю, что сейчас происходит, у меня что-то в руках, но я вообще насрать, вот он мне трофей! Позволь мне оценить этот трофей за тебя, Джон! Вау, Джон, этот трофей стоит 4 миллиона долларов! Ты так щедр и добр! Погоди-ка, где настоящий Жак и что ты с ним сделал? Да ты слишком добр ко мне! Но, Джон, ты изменил мою программу, чтобы я нахваливал тебя всё время! Я живу, чтобы служить владыке! Ну, теперь нам просто надо найти игру для обзора! Ага, сойдёт! Посмотрим, что тут у нас! О, нет! Нужно быть осторожнее с желаниями! Ангел и Чарли для Nintendo GameCube! Этот маленький самородок был разработан Neko Entertainment под издательством Ubisoft в 2003-м! Игра основана на фильмах с таким же названием, выходившим примерно в одно время! Вот здесь вот вообще полная жесть! При участии всех звёзд таких-то в Кэмерон Диас, Люис Илью и Дрю Берримор! Господи, они действительно позвали их на озвучку! Это удивляет! Эта игра имела просто невероятно низкие оценки у критиков! В смысле, это уже перебор! Официальный журнал PlayStation 2 дал ей самую низкую оценку из всех возможных! Один из десяти! Неужели она настолько плоха? Давайте выясним! Позволь мне включить игру из-за тебя, сладкие сисечки! Чёрт возьми, какой же ты красавчик! Ubisoft, да? Больше похоже на уж лучше создать новую компанию! Подождите, чего? Почему у них играет песня Get Free на загрузочном экране меню? Это довольно странно, вы не думаете? Лучше бы прикрыть это! Перед тем, как Вайком со своим прекратить и воздерживаться впредь не отшлевал меня по жопе! Посмотрим, что у нас в меню графики! А! Сменить позицию экрана! И всё! Всё в полной порядке! Да, всё нормально! Нажмите B, чтобы вернуться назад! И А, чтобы... Действующий! Окей! Вы слишком крутые для нормальных слов типа принять или окей! Ангелы Чарли просто не такие, как все! Я просто... я просто... Нет! Нет! Странно! Ну что ж, давайте начнём! Нет причин тормозить! Хотя причин очень много! А, моё имя? А, вообще-то... Вообще-то это Боллс! Да! И так! Что же у нас здесь? Статуя Свободы? Вроде как! Всё нормально! Оу! Теперь её уже нет! О! Оу! Вы, блядь, щутики! Завязка этой игры в том, что кто-то украл статую Свободы! Туше! Туше! Браво! Нет! Всё-всё! Начинаем вечеринку в этом вагоне тусовок! Окей! Я думал это будут Ангелы Чарли, а не Кармен Сан-Диего! Подождите, дайте-ка прояснить! Они разобрались как отключить свет во всём Нью-Йорке! И они использовали всё это знание для того, чтобы украсть статую Свободы! Так ладно, во-первых, это даже невозможно сделать! За пять секунд! Я пытаюсь найти логику в игре про Ангелов Чарли. Знаете... Ладно, всё дальше. Нью-Йоркеры ввели сегодняшний день только для обнаружения шокирующего взаимодействия своей Леди Либерти. Вот это хорошее озвучание! Вау! Серьёзно! Если бы он сидел прямо передо мной, я бы не отличил! Нет! Его здесь нет! Удивительно! Для тех из вас, кто не знаком с Ангелами Чарли, это шоу изначально пришло к нам из семидесятых. Трое женщин работают на частное шпионское агентство и борются с преступностью в стиле ПЧАУ БУМ! В таком стиле. Если вы понимаете, о чём я... Их босс Чарли никогда не показался перед камерой и говорит с ними через радиоприёмник, а ещё там есть Бозли. Эээ, я не знаю, он Бозли. В начале двухтысячных режиссёр, эээ, МСИДЖИ, да, его зовут МСИДЖИ, создал ремейк этого шоу семидесятых, а затем ещё один три года спустя. Это были неплохие фильмы, но не шикарные. Причину, по которой я объясняю, это потому что вот эту вот игру, а вот тут у нас вот фильм, и эта игра вышла из этого фильма. Эти фильмы породили на свет эту игру. Итак, чтобы докопаться до сути этой загадки, Бозли говорит, что девчонкам нужно пролезть на грузовое судно. Как они проникнут туда? Ну разве это не очевидно? Девчонкам нужно отправиться на фестиваль бикини на соседнем пляже. Кстати, о Бозли. Я... я... я не уверен, что это... это Бозли. Я точно могу узнать здесь девчонок, но... очевидно, что... Макборни был слишком хорош для этого дерьма. Я НЕ могу винить тебя, приятель, покойся с миром. Кстати, абсолютно каждая озвучка в этой игре УЖААСНА! Даже у ангелов. Ладно, эти трое, возможно не такие престижные как Мэрил Стрит, но Божему они все равно приличные актрисы. Почему тогда финальная версия озвучки звучит так плохо? Плохо! В смысле, совершенно ужасно! О, ты знаешь, что они говорят об играх ангелов в Чарли, да? Даже талант засасывает их гравитационное поле. Просто послушайте Бозли! Примерно так звучит твой сактинг на один из десяти. О, Чарли, ты такой шутник! О, ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА혀ХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХИХХХХХХХХ henk И награда за самые депрессивные бикини отправляются.. Они даже не пытались. Они просто начинают эксплуатировать сексуальный подтек с самого начала игры. Я должен быть честен, это просто кучка ублюдков. И так, вы начинаете играть за Кемер用 Део на пляже и.. Потрясающая анимация.. Полностью передает движение. Подождите, чего? Буквально проходит одна секунда, как вы делаете шаг, а эти люди уже начинают гнаться за вами. Вы можете бегать от этих парней часами по кругу, и они все равно не отстанут от вас. Чего? Кто вообще эти люди? Кто-нибудь может сказать мне, когда стало социально приемлемым избивать женщину толпой в бикини на пляже? Целой сворой? Они даже не знают еще, кто она такая. Это обычные люди. Я-я-я извиняюсь, просто не часто бывает такое, что игра ломает меня с самого начала. Я-я даже не знаю, что сказать. Вот и все, ребята, карты на стол. Вы смотрите на Ангелов Чарли для GameCube. Вам еще мало? Вы-в-вы что, охуели? Именно этот звук они использовали при том моменте, когда она получает урон? Этот звук? Как вообще издается этот звук? Напой мне еще песен, сладкие сисечки. Это лучшее, что у них было, да? Вот так вот вы мне это объясните? Это не разовый случай. Именно этот звук, этот конкретный ангел, произносит все время, когда получает урон. Окей, это уже невероятно тупо. Она дерется в гребаном бикини. Это просто абсурдно тупо. Если бы они носили свои шпионские костюмы, как на обложке, это было бы хотя бы приемлемо. Я что, правда должен поверить, что Кэмерон Диос в бикини может одолеть целые орды мужиков голыми руками? Звучит, будто я придираюсь. Но корень зла засел куда глубже. Это должен быть разблокированный костюм или типа того, а не основной вид. Нет, нет, это отличная запись. Это что, реально лучшая запись, которая у них была? Звучит так, будто она вообще впервые в жизни записывала что-либо. Она такая, о-окей, давайте попробуем сделать это хотя бы еще один ебаный раз. А они такие, не-е-е, мы же делаем дерьмовую игру. Еще одним революционным решением было сближение невидимых стен. Я никогда не видел ничего подобного. Потому что большинство людей не такие тупые. Итак, давайте разберемся. Невидимые стены идут за вами по пятам. То есть вы не можете вернуться в локацию, с которой только что вышли. Неужели это было так необходимо? Не думаю, что можно потеряться, идя по прямой. В смысле, серьезно, они спавнятся за вашими каблуками. Посмотрите, в смысле, это сделано для того, чтобы в конце был финальный бой? Ужасный. Ужаснейший бой. Бозли. У меня даже уже не осталось слов для этой игры. Я говорю, что Аквамен Битва за Атлантис была более веселой, чем эта игра. Вау, вы понятия не имеете, как тяжело мне было это сказать. В итоге вы добегаете до конца уровня, видите красный круг, нажимаете селект и отправляетесь в новую зону. О, Люси, неплохо ты так скрытно пробежалась. Но не волнуйся, не думай, что кто-то распознал тебя, ведь у тебя отличная маскировка. Так что да, для каждого из ангелов существует свой маленький сегмент. В конце миссии они обычно вытаскивают из своей промежности телефон и звонят другому ангелу. Я не знаю, насколько вредно это для здоровья, но я думаю, в следующий раз лучше использовать портативную рацию. Просто, просто поглядите, как странно они все здесь ходят. Эта анимация ходьбы больше походит на мультик Спанч Боб или типа... Гениально! Кстати, отличная анимация лодки. Прекрасно. Серьезно! Потрясающе! Нет, серьезно, потрясающе, я не шучу. Сделали мой день. Возможно, сделали и ваш день тоже. Вы не можете проскриптовать что-то более прекрасное, чем это? Танцуй, Люси, танцуй! Твоя карьера зависит от этого. Как залезть сюда? Да, серьезно, я не мог сделать это на протяжении двух минут. Ты просто наступаешь на лестницу и через секунду уже стоишь на земле. Я просто не знаю, как это сделать. Я нажимаю все ебучие кнопки и Оу. Хорошо. Вы должны стоять идеально ровно напротив лестницы, а затем нажать А. Я даже не знаю, как можно заложаться с чем-то таким простым, как лестница. Оу. 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 Длинная лестница. Зачем вообще это сделали? Зачем вообще помечать такую длинную лестницу без причины? Чтобы запихать что-то такое, у вас хотя бы должна быть причина. Окей? У Снэйка была лестница, и она была офигенна. Почему я вообще сравниваю это со Снэйком? Почему я вообще играю в это? Танцуй, Люси. Танцуй. Окей, сейчас я играю за Дрю Берримор. Очевидно, они решили, что она недостаточно хороша для Топлиса. Наверное, обидно. Просто ходишь и бьешь дворецких по имени Джерод и Джарод. Ну, вы знаете, совсем ничего необычного. Кроме как... Подождите-ка секундочку. Это что, пианино? Я хочу покончить с этим. Вот, в смысле, вот-вот с этим. Не думаю, что игра собирается ускоряться в ближайшем времени. Бла-бла-бла. Я закончил эту секцию за каждого из Ангела. Вуаля. Закончил миссию, можно идти на другой уровень. Да, выглядит мне немножко знакомо. Может быть, потому что это опять же тот же уровень! Чего? Я проверил каждый уголочек, все 100%, и это абсолютно тот же уровень. Уровень повторяется. Уровень, блядь, повторяется! Только из своего жгучего любопытства. Я прошел этот уровень еще раз, только чтобы посмотреть, может, все так, как должно быть. Хорошо, вот и мы, я в конце уровня, я его закончил, и... Да, повторяется. Повторяется, снова. Возможно, это баг конкретно в моей версии, но мне больше нравится думать, что разработчики такие, «Не, никто никогда не зайдет так далеко, просто поставь на повтор». Но как уморительно вписалась. Игра и так настолько зацикленная, что я думаю, она все время повторялась. На самом деле, сначала я просто думал, что это немножечко схожие миссии. И я прошел этот уровень еще один раз, только чтобы убедиться, что в третий раз он не повторится. Не могли же они сделать это намеренно. Могли ли вы, Ангел и Чарли, для GameCube? Могли ли? Конечно же могли, бляди. Джон, ты опять трогал мой софт? Нет, конечно, конечно же нет. Нет. Хорошо, потому что если трогал, я должен сделать кое-что ужасное. О ч... о чём ты, Жак? О, это... это потрясающе. Ладно, ты победил. Прощен. Перевел и озвучил Чичибак. Пожалуйста, подпишись на канал, ты очень меня порадуешь. Субтитры сделал DimaTorzok